Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Сегодня в выпуске. Сколько в среднем тратят туристы в столице Татарстана? В Казани простаивают склады класса А. В республике изготовят президентский кортеж. Каждый турист в Казани в среднем тратит порядка 100 долларов в сутки. А если учесть, что в столице Татарстана, как правило, приезжают на три дня, то расходы каждого туриста составляют около 300 долларов. В эту сумму входят проживание, питание и покупка сувениров. За 8 месяцев этого года Казань уже посетили более 2 миллионов человек. Это столько же, сколько за весь прошлый год. Чаще всего Казань посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы и Нижнего Новгорода. При этом на 6% выросло число иностранных туристов – до 92 800 человек. Как правило, в Казань приезжают жители Китая, Германии, Франции, Италии и США. По прогнозам чиновников, по итогам этого года турпоток в столице Татарстана может достичь 2,5 миллионов человек. В Казани пустует почти половина складских помещений класса А. Это данные исследования компании Cashman & Wakefield. Сейчас 47% площадей являются вакантными. Этот показатель выше, чем в других крупных городах страны, где в среднем доля свободных складов колеблется в районе 10%. К примеру, в Ростове-на-Дону пустует только 13% складов класса А. В Москве – 10%, в Екатеринбурге – 8%, в Краснодаре и Новосибирске – 7%, а в Санкт-Петербурге – 6%. По словам экспертов, есть несколько причин слабого спроса на склады класса А в Казани. Во-первых, аренда таких помещений очень дорогая. Ее стоимость может быть в 2-3 раза выше по сравнению с объектами другого класса. Кроме того, для бизнесменов, которые серьезно занимаются логистикой, гораздо выгоднее построить склад самостоятельно под свои цели. Во-первых, заказчики к этому делу должны быть готовы к таким складам. Во-вторых, все стараются каким-то образом экономить. И у многих получается понять, что это действительно выгодно будет пользоваться такими складами. Плюс эти склады строились у нас достаточно хаотично, и их действительно построено много, и не всегда в том месте, так скажем, где они были бы интересны. Плюс с заказчиками надо работать, понять, что нужно заказчику, какие услуги нужно будет оказаться. Если люди думают, построили склад, написали, что это склад в серии А, поставили арендную цену большую и ждут, когда к ним люди придут. Ну, так не бывает, не придут. По мнению ряда экспертов, проблема не в самих складских помещениях класса, а в нехватке специалистов по логистике. Ведь для компании, которая производит или реализует товар, нужен не просто склад, а хороший логистический оператор. А таких операторов в Казани не хватает. Татарстанские предприятия выпустят лимузины для Владимира Путина. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны. Сборка и сварка автомобилей проекта «Кортеж» будет производиться на заводе «Форд Солерс» в Елабуге, а покрышки для машины сготовят в Нижнекамске. Уникальность продукта состоит в том, что новое колесо, способное защитить ходовую часть машины в случае попадания под обстрел. До конца года лимузин и «Кортеж» поставят в гараж особого назначения для обслуживания президента России. Но сначала машины пройдут апробацию. Отметим, что в 2018 году автомобили серии «Кортеж» поступят на общедоступный рынок, но в ограниченном количестве. Планируется выпустить порядка 300 штук спецлимузинов, седанов и внедорожников. Приобрести их смогут все желающие. Говорить о какой-то экономической целесообразности этого проекта не приходится. Но и дело ведь еще в том, что задумывалось все это решение до кризиса, по докризисным деньгам, по докризисным соглашениям. Сейчас все кардинально поменялось на рынке. В принципе, это такой чемодан без ручки, который и нести тяжело, и выбросить жалко. Ну, классический случай, можно сказать. Я думаю, что обычно потребители дадут единичный экземпляр. Но плюсом может явиться то, что деньги будут складываться именно в школу, какие-то совместпроекты именно по аппаратному обеспечению, по двигателям, по коробкам передач, по электрике. Возможно, что-то из этого выйдет и дальше пойдет массовое производство. Это были новости экономики. До встречи.